всем привет дорогие друзья вы на канале сибирский бродяга с вами жека в общем отправились мы сегодня в поход вот идем свой свой зимний лагерь который строили в предыдущих сериях посмотрим что там давно там небо вот сегодня увидите лесную кухню вкусную будем делать барбекю с вами и немного бушкрафта так что друзья смотрите не переключайтесь будет интересная стерили сейчас возьмем с собой шишек позже скажу для чего немножко шишечек его смоленистое еще это нам и надо вы не поверите друзья у нас даже в сибири березовый сок собирают зимой смотрите я в шоке и Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я в шоке. Пришел к лагерю, а лагеря нет. Все поразломали. Вот козлы. Вот кому надо, друзья. А вы еще говорите, зачем я бил? Кто-то написал комментарий из вас, кстати. Зачем я бил гвоздями? Друзья, тут нужно на колючую проволоку привязывать. И на 200 гвозди еще. Ну и что, будем искать другое теперь место. Это место, как говорят, засвечено уже. Вот здесь у меня стоял шалаш такой я строил. Ну помните, друзья, я... Кто, если не смотрел, я это видео оставлю в конце там. Увидите. В конце этого ролика. Да, все поразломали. Что за люди, а? Ничего понять не могу. Кому надо? А я еще на 150 гвоздями прибила. Вот к этим, к двум елкам. Ешь, кинкот. И лопату утащили. Лопату, пилу. Ножовка была. Ну, ножовка была старенькая. Но все равно я ей пилил. Тут вот какие-то следы есть. Ну, кстати, друзья, помните, вот тут у меня солонец рядом вот стоит. Я отсюда вел стрим свой. Вот здесь горел костер, а здесь шалаш такой был. Вот, кстати, друзья, от него запчасти. Ну, конечно, все поразвалили. Вот они, запчасти, друзья. От шалаша. Ладно, все, будем искать другое место. Другую себе полянку обустраивай. Вот это да. А я давненько тут не был. Ну, ладно, что теперь? Люди у нас такие пошли. А меня еще, друзья, вот этот комментарий прям смутил. Зачем, говорит, ты к дереву бьешь гвоздями? Тут, блин, не только гвоздями надо бить. Тут нужно, говорю, гвозди на 200. Или на 300 даже. И колючей проволокой, блядь, все обвязывать. Ладно, ничего теперь не поделаешь. Пока останавливаюсь здесь. Потом будем искать другой лагерь себе. Строить, обустраивать. Где-нибудь подальше. Глубже. В тайге. Где медведи ходят. Там точно не разломают. Медведь пускай сторожит. Так что, друзья, вот такие дела. Так что, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Отпилили мы с вами вот такую палочку Приблизительно полтора метра Пилил с рябины Сейчас покажу все расскажу Зачем идем На наше место Добавил DimaTorzok Сейчас маленько подбавил DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok настало время рассказать для чего нам нужна палочка и шишки а дело все в том что я не взял с собой фонарик сегодня и не знаю во сколько я буду возвращаться домой а чтобы предустеречь себя от опасности от столкновения с волком или там ну с дикими животными мы сегодня с вами сделаем факел долго играющий факел ну и чтобы можно было как-то идти в потемках поэтому приступим сейчас я вам покажу нам нужно расщепить верхушку палочки на четыре части делим дальше берем нашу шишку его которую мы собрали точнее не шишку а нам понадобится палочки еще нам их продеть примерно вот так вставляем нашу шишку также сейчас нам надо обвязать маленько чтобы она не выпала у нас а а так а а а а а а а а вот такая конструкция у нас получилось дальше что мы делаем друзья берем смолу я пока шоу наготовил смолы вот сосны скедры спирты любую смолу вставляем ее везде со всех сторон сверху вставляем нашу шишку данного факела хватает на на 40 минут где-то горение вот ну друзья что спробуем вот вот разгорается наш факел и можно смело идти по лесу не бояться волков там также он будет освещать путь данный факел можно также использовать летом зимой так у нас уже нагорели угли сейчас будем с вами жарить барбекю готовить вот так вот работает данный факел прошло друзья порядка 20 минут факел наш до сих пор работает даже не думает заканчиваться вот готова наша барбекю да конечно жалко стоянку запалили разломали ну ничего найдем другую полянку себе сделаем обустроим лагерь так что друзья скоро интересные видео у меня будут на канале кто-то воет что ли блин только рыбалку хватало на запах идут наверно еще такой запах хвоей отдает положил на елку так что друзья кто не подписан обязательно подписывайтесь на мой канал на мой инстаграм в инстаграме я также сибирский бродяга добавляйтесь друзья вконтакте впереди очень много интересных фильмов походы рыбалка на хай роза будет в дикой местности вот почему дома так не получается друзья на костре очень вкусно у нас наконец-то отступили морозы ладно буду собираться домой всем спасибо за просмотр вышел на снегоходную дорогу по снегоходке куда идти легче сейчас километра два где-то приблизительно и я уже дома спасибо за просмотр Продолжение следует...